Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Стрелки на часах бегут только вперед. Так не будем тратить время на слова и перейдем к действиям. И вот что мы подготовили для вас в сегодняшнем выпуске. Портрет человека как способ передачи настроения. Как портретный жанр может раскрыть способности будущего художника, расскажет студентка Ярославского художественного училища Екатерина Лебедева. Бумажные куклы не только для игры, но и для эстетического наслаждения. Как при помощи хрупких рисованных персонажей можно обогатить свой внутренний мир, расскажет Мария Кронштадтова. Вторая художественная школа поддерживает связь со своими выпускниками даже после того, как они покидают стены учебного заведения. А часто бывает, что школа становится первой выставочной площадкой для своих бывших учеников. Так произошло и с Екатериной Лебедевой. Она студентка Ярославского художественного училища. Но именно школа декоративно-прикладного искусства имени Поленова стала первой, кто организовал экспозицию ее работ. Подробности в нашей рубрике «Мастерская». Моя любовь к рисованию появилась еще года в четыре. Мама сначала особо этому не придавала значения. Я ходила на разные кружки, и в итоге она поняла, что нужно меня везти в художественную школу, потому что остальное мне все не нравилось. Пришла я сюда в девять лет. Я была в третьем классе в обычной школе. Я люблю, в принципе, все, потому что от этого получаешь удовольствие. Просто живопись — это ощущение цвета, умение его передать. А рисунок — это лишь этап, который подводит тебя к живописи. Умение выявить объем, светотень, тон. А живопись — это уже следующий этап, более сложный. Ну и далее — композиция. Художник должен быть начитанным, чтобы уметь думать на разные темы, размышлять, сюжеты разные придумывать. Он должен уметь чувствовать. То есть не только понимание, знание. Знания — это, понятное дело, нужны. Но он должен чувствовать это, и главное — любить свое дело, а не просто заниматься этим, потому что... Ну, потому что это единственный выход, например, чем-то заниматься в своей жизни. Может быть, других вариантов не было. И когда человек это не любит, у него не получается это делать в любом случае. Потому что только с истинной любовью и подходом можно на самом деле добиться успеха. Потому что даже вот тот же самый разбавитель, он очень вреден по запаху, он такой едкий. Но если ты любишь это дело, тебе будет в радости. Мне кажется, ты никогда даже не заболеешь, потому что ты любишь свое дело. Испокон веков женщины, во-первых, позже добивались успеха из-за того, что и образование им было доступно намного позже. И подписывали многих женщин, кстати, именами их отцов и братьев художников. Поэтому я все-таки думаю, именно из-за отношения к женщине трудно пробиться. А в целом все одинаково способны, главное — желание. Потому что я это наблюдаю и в училище, и я понимаю, что мальчики, ну, их как-то больше воспринимают, потому что им не нужно сидеть с семьей в будущем, и все уже привычно их набирают. Если мальчик поступает, то это для всех там радость, а девочек и так много. Но мне кажется, у меня получается доказать обратное, потому что я знаю, что я это люблю, и я могу конкурировать с парнями. И художник — это такая профессия, она... Кому-то могут нравиться работы, кому-то не нравятся, они могут не продаваться. Но я думаю, что если я буду иметь достаточно знаний, я смогу далее передавать эти знания поколениям и учить. Я считаю, что все-таки тени, их не нужно разбавлять белилами. Нас учит классическая живопись, наш преподаватель, и мы стараемся не разбеливать сильно. То есть белила мы добавляем на света основной, и там, где это нужно. Либо если мы делаем какие-то портреты, обнаженные тела, мы всегда пишем бастозно, а остальное где-то в протирку, где-то прозрачно прокрываем. То есть темное, оно только кажется так. На самом деле, в целом это все гармонично смотрится. Мы сильно не разбеливаем, и это радует, потому что сильный разбел дает ощущение того, что это не живое. Живопись, она, как мы выражаемся, художники, не дышит. Подход итальянских мастеров, эпоха Возрождения. Сейчас это никому особо не близко, но я постараюсь эти знания передать дальше, потому что мы это теряем, и это очень грустно. Я считаю, что человек в первую очередь является способом передачи настроения, и его характер даже можно передать в рисунке, либо в живописи. Человек — это сложно, особенно писать руки, это самое сложное считается. Но в этом вся и красота того, что человек сложен, его можно написать, нарисовать, нарисовать его, при этом подобрать постановку так, чтобы она была гармонична с ним. Человек — это все-таки... Ну, я считаю, что первое такое психологическое влияние — это человек. Конечно же, бывают и пейзажисты, которые прекрасно передают настроение, но пока так. Не знаю, что дальше будет. Но я надеюсь, что все-таки я буду заниматься именно композициями, сюжетными картинами. А это всего лишь, скажем так, этап, переход. Дома у меня такой же подход абсолютно академический. То есть у меня нет какой-то любви к какому-то другому искусству, другому подходу. Я также люблю заниматься набросками, делать наброски с людей, придумывать разные композиции, сюжеты. То есть вот сейчас я работаю уже над дипломом, и мне нравится придумывать сюжеты, которые ты можешь вложить в себя. Бумажная кукла занимает особое место среди игрушек. Это увлечение для разных этапов взросления. Мария Кронштадтова сначала играла в куклы, а потом стала их коллекционировать. У нее они вырезанные, рисованные, авторские, винтажные 70-80-х годов прошлого столетия. Это ее кукольный мир, в котором интересно и уютно. А главное, в нем можно вернуться в детство. Подробности в нашем сюжете. В детстве, когда мы были маленькой сестрой, мама покупала нам кукол, чтобы занять, чтобы мы не бегали, не досаждали, чтобы мы сидели, были чем-то заняты, увлечены. Позже мы уже сами начали их коллекционировать, покупать, вырезать. Естественно, рисовать для них домики, одежду, аксессуары. Это было очень увлекательно, это было интересно. Нам это нравилось, и часы пролетали незаметно. Библиотека детская, филиал номер 12 имени Некрасова, выбрана не случайно, потому что с детства в этой библиотеке мы с сестрой читали. То, что к бумажным куклам относится, нам очень нравились куклы из детских журналов. Мы перерисовывали аккуратно, через копирку, дом раскрашивали. Вот один из таких экземпляров. Это журнал «Веселые картинки», 5 мая 1991 года. Вот она, кукла. Мы их срисовывали. Особой любовью с детства пользуются бумажные куклы, которые можно найти в книгах. Это очень интересно, потому что можно и прочитать книгу, и поиграть в куклу, нарядить персонажа, и проиграть сюжет книги заново. В моих руках сейчас находятся куклы из моего детства. В них живет моя душа. Это воспоминания о приятном времени. Вот они, мальчик и девочка. Это был набор кукол в исторических нарядах, по которым можно было выучить костюмы разных эпох. Этим куклам около 30 лет. Вот они сохранились. Здесь на девочке можно видеть подрисовочку красным маркером. Так делали многие девочки, я в том числе, потому что очень хотелось добавить куклам красок. Более ярких, более сочных. Особенность бумажной куклы в хрупкости материала. Бумага очень капризный материал. Бумага – материал, который требует определенного ухода. Беречь от влаги, беречь от солнца. Аккуратно обращаться. Потому что бумажные куклы больше, чем пластиковые, подвержены времени. Коллекционирование началось с идеи купить бумажных кукол для дочери. Сейчас коллекция насчитывает более 500 экземпляров разных. Это и винтажные наборы 70-х, 80-х годов. Самая старшая кукла 71-го года рождения. И современных авторов тоже очень-очень много в моей коллекции. Очень часто многие музеи используют бумажных кукол в качестве сувениров. Сейчас я бы хотела представить самую первую бумажную куклу, которая появилась. Это репринтное издание, не оригинальное. Оригинальных копий осталось менее 10 штук. Этот набор называется «Маленькая Файни». Он увидел свет в 1810 году. В моих руках более поздняя копия – это примерно 70-е годы уже 20-го века. Здесь нет привычной фигурки куколки. Здесь есть голова с плечами, которая подставляется в костюмы. Вот они. Три листа сменных костюмов. Вот такой первый набор бумажной куклы. Вот с этого началась эпоха бумажных кукол в виде игровых. А до этого бумажные куклы тоже существовали. Их возраст оценивается примерно около 300 лет. И появились они в ателье в качестве модели для демонстрации будущих платьев. Вот такой замечательный код. Эта кукла не задумывалась как игровая. Это единичный экземпляр. Автор этой куклы занимается шарнирными объемными моделями, объемными куклами. И она нарисовала уменьшенную копию, чтобы посмотреть, как на готовом образце будут смотреться наряды. Эта кукла прилетела из города Сысерть. И о существовании этого города я и узнала именно, когда заказала оттуда куклу. Так что куклы они расширяют и кругозор тоже. В комплекте нарядные камзуклы, украшенные стразами, отрисованные глиттерными красками. Мимо этой куколки пройти было очень сложно, но я не прошла. Большинство наборов в моей коллекции, они именно не вырезаны. То есть они хранятся в первозданном виде. Это просто наборы, которые хочется пересматривать, сравнивать. Потому что у каждого автора своя рука, свой почерк, своя манера. И один и тот же герой, например, литературный, может быть представлен у разных авторов по-разному. Интерес к бумажным куклам сейчас немножечко остается, скажем так. Но он видоизменился. Есть множество приложений, электронных игр, компьютеров, в которых также можно наряжать кукол, менять наряды, ситуации проигрывать. И наши дети более в компьютерном мире, в виртуальном. Поэтому да, спрос, наверное, на такие приложения сейчас больше, чем на бумажные куклы, привычные нам, нашему поколению. Коллекция продолжится, расширится. С каждой куклой я узнаю что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok